Накануне на очередное заседание собрались члены рабочей группы Постоянно действующей комиссии по реализации приоритетных национальных проектов. В рамках заседания обсудили итоги работы городской системы образования и здравоохранения. В частности, речь шла об исполнении долгосрочной программы, направленной на повышение эффективности образования и науки, проведении иммунизации взрослого и детского населения и всеобщей диспансеризации. Первый доклад о проделанной работе представила заместитель начальника управления образования Людмила Муратова. Ей было о чем рассказать. Больше получаса ушло на перечисление примеров и статистических данных, которые свидетельствуют о том, что работу лабутнанской системы образования можно абсолютно заслуженно назвать эффективной. По основным направлениям, связанным с дорожной картой во исполнение указов президента, город Лабутнанги сработал достаточно эффективно, потому что мы достигаем 100% обеспеченности мест от 3 до 7 лет у дошкольников. Мы обеспечили исполнение мероприятий поэтапного повышения оплаты труда педагогических работников в той части, когда мы перевели 100% практически всех на эффективный контракт. Отдельным пунктом члены комиссии обсудили дистанционное обучение детей-инвалидов. Благодаря окружной поддержке у лабутнанских ребят, которые по объективным причинам не могут посещать школу, есть возможность изучать не только основные предметы, но и дополнительные, например, окружающие миры, информатику, общество в Венене посредством интернета. Данная форма получения образования является, я считаю, прогрессивной, доступной. И не только прогрессивной, доступной, а новой формой. Потому что дистанционное обучение раскрывает новые возможности детям-инвалидам в общении, расширении круга общения этих детей. Такая форма, она настолько непринуждённа, дети общаются активно. И вот эти эмоции, наверное, говорят о том, что это им нравится, такой вид общения и обучения, такая форма. Полина Жукова ученица пятого класса. Сейчас по расписанию у неё урок информатики. Помимо того, что преподаватели приходят к ней домой, они также связываются с ней через скайп и специальный образовательный сайт. По мнению пятиклассницы, такой метод получения знаний очень простой и интересный. Чтобы они развивались лучше у них, чтобы было всё хорошо у них. Главное это... Заниматься? Да. Заниматься это лучше, чем просто быть неумным. Мне кажется так. И это для детей полезно, и тем более они будут больше развиваться, больше им будет... Это не трудно, во-первых. Чему ты уже смогла научиться за эти два года? Многому. Единственная проблема, которая возникает у Полины, это качество интернета. Как призналась девочка, порой он даёт сбой на самом интересном месте. У меня иногда выключается интернет, мне это не нравится. И поэтому я хочу, чтобы интернет всё время не выключали, а просто чтобы был всегда. Возвращаясь к заседанию комиссии по реализации приоритетных национальных проектов. В числе основных тем для обсуждения были вопросы здравоохранения, в частности проведение на территории города всеобщей диспансеризации и иммунизации детей и взрослых. Заведующая детской поликлиникой Наталья Сухорукова пояснила, что в последнее время лабутнанцы стали более ответственно относиться к вопросу прививок. Вакцинация у нас проходит благополучно. Монопрофилактика инфекционных заболеваний для медицинских работников стоит на первом месте. Это очень важная задача и проблема, которую мы стараемся решать в ежедневном режиме. Я хочу сказать, что я довольна результатами работы, потому что практически по всем направлениям вакцин выполнение плана у нас составляет практически 100%. Плещевой энцефалит, пожалуйста, у нас в данное время имеются вакцины для детского населения, причем схемки есть экстренные. Если вы уезжаете в выпуск, допустим, через неделю, через две, мы можем успеть поставить вашему ребенку две вакцинации. То есть одну прививочку, через неделю или через две поставим вторую прививку, и ваш ребенок уже будет полностью защищен от клещевого энцефалита. Что же касается диспансеризации. За четыре месяца медицинский осмотр прошли 711 человек из тысячи запланированных. Основные заболевания, которые выявляют доктора, это гипертония, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. В завершении заседания заместитель главного врача Евгений Зуйков в очередной раз заострил внимание собравшихся на необходимости своевременных профилактических обследований.